Пустующий взгляд абсолютно ничего не самый. На какое было мнение, что он забился? Я ожидала, на какой взгляд все это было. Да, то есть, извинения у родителей он не попросил. Видите, когда он никого не попросил. Да, извинения, мы тоже надеялись, что может что-то скажет. Сегодня Саратовским областным судом провозглашен приговор 35-летнему жителю города Саратово, Туватину, который в октябре минувшего года совершил убийство 9-летней девочки, сопряженной с насильственными действиями сексуального характера. Он признан виновным в убийстве, а именно в совершении пункта МВК, часть 2 статьи 105, а также пункта Б, часть 4 статьи 132. Ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Сторона обвинения считает это наказание справедливым. Вместе с тем вопросом законности об основанности судебного решения будет решен прокуратурой в области в апелляционный срок. Мы хотели бы отметить, что судья Гоголева Светлана Викторовна очень профессионально вела процесс, она не допустила затягивания процесса. Мы очень благодарны и за это. Мы хотели бы сказать, что многие считали, что мы не добьемся пожизненного лишения свободы. Ну, такие разговоры были, но нам удалось в этом процессе победить. Туватин с приговором не согласен, поэтому полагаем, что будет обжалование в апелляционном порядке. Поэтому мы ждем апелляционную жалобу, будем приносить свои возражения. Как он отреагировал этот приговор? Ну, нейтрально. Он молча слушал, но, не полагаю, он надеется на обжалование. Страшная трагедия произошла в нашей семье. И оправиться от нее, и жить так, как мы жили раньше, мы не сможем уже никогда. Погибла маленькая девочка, ребенок, наша дочь. В одночасье рухнули все наши мечты, планы. Весь наш привычный уклад жизни просто перевернулся с ног на голову. И наша скорбь, конечно, она не сопоставила ни с чем. Сейчас мы отдали бы, наверное, все на свете, для того, чтобы увидеть Лизоньку хоть на миг живой. Существу, которое забрало ее у нас, которого, к сожалению, я не могу назвать человеком, не будет больше покоя ни на земле, ни на небе. Главное, его теперь судья, это будет Господь. Сейчас сложно сказать, что привело его к этому чудовищному деянию травмы с детства или какое-то психосоматическое состояние. Нам сейчас это уже не важно. Сейчас мы знаем одно, что мы живем среди подобных личностей и даже не подозреваем об этом. Наши дети также находятся в опасности, пока ходят одни. Сейчас, оглядываясь назад и делая выводы, исходя из нашей трагедии, хочу подчеркнуть, таких нелюдей не должно быть среди здорового общества. И безлюдных, небустроенных мест, которые также подстерегать, может быть, опасности, тоже не должно быть. Надзор за ними осуществляется очень слабо. Строгое наказание, которое вынес судья, лишний раз доказывает нам об этом. Мы неоднократно наблюдали по истории рецидива Туватсина, что после более мягких приговоров он не вставал на путь исправления и, наоборот, усугублял и усугублял свою жизненную позицию и, наконец, привело все это к убийству. Отдельно хочу поблагодарить тех людей, которые занимались поиском Лизоньки, которые поддерживали нашу семью в тяжелые моменты. Также хочу поблагодарить адвоката Александру Бакшееву за отличное юридическое содействие, грамотную и взвешенную позицию, и что она сумела донести до общественности, что все происходит в рамках правового поля. Это помогло сгладить конфликтную общественную ситуацию, разгоревшуюся в Саратове прошлой осенью, и не допустить повторения подобных событий. Также хотела бы выразить слова благодарности сотрудникам полиции, следствия, прокуратуры за образцовую работу по расследованию этого ужасного преступления. Также судье Гоглевой Светлане Викторовне за справедливый приговор. Впоследствии, хочу сказать, берегите своих детей, обнимайте их почаще, интересуйтесь их личной жизнью, чтобы они всегда чувствовали себя счастливыми. Спасибо.